Получение святого Иоанна Златоустова о благодарении Бога и смирении. Бог не требует от нас чего-нибудь тяжкого и трудного, но только того, чтобы мы признавали Его благодеяния и возносили Ему благодарность за них. Не потому, впрочем, чтобы Он нуждался в этом, и Он ни в чем не имеет нужды, а для того, чтобы мы научились через это привлекать к себе подателя благ и не были непризнательны, но являли бы добродетель, достойную благодеяний, такой заботливости Его о нас. Ибо этим-то мы расположим Его еще большему о нас по печенью. Не будем же беспечны, но каждый из вас, как частно, сколько может, да размышляет не только об общих благодеяниях, но и о частных, Ему самому оказанных Богом, не только об известных и явных всем, но и о ведомых Ему одному, и известных другим, и неизвестных другим. Через это Он в состоянии будет возносить Господу непрестанное благодарение. Это самая великая жертва. Это совершенное приношение. Это будет для нас источником дерзновения пред Богом. И вот как. Кто постоянно содержит в уме и верно сознает свое ничтожество, а с другой стороны помышляет о неизреченном и безмерном человеколюбии Божьем, как Он устрояет дела наши, взирая не на то, чего заслуживают наши грехи, но на свою благость. Тот смиряется душою, сокрушается сердцем, укрощает всякую гордость и надмение, научается вести себя скромно, презирать славу настоящей жизни, посмевается всему видимому, мыслит о будущих благах, о жизни бессмертной и бесконечной. Кто так расположен в душе, тот приносит Богу истинную и приятную жертву, как говорит пророк. Жертва Богу дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Божий. Псалом 50, 19 Итак, сокрушим дух наш, смирим сердце, ибо если мы приведем себя в такое расположение, то в состоянии будем мы молитвы совершать с великую бодростью и привлечь к себе свыше великую благодать исповеданием согрешений. А дабы увериться, что такие души угодны, владыки, послушай, как Он сам говорит, Исайя 66, 2 А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим. Поэтому и Христос, беседуя с учениками, сказал, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо кто действительно смиряет себя, тот никогда не допустит себя до раздражения, не разгневается на ближнего, потому что душа его смирилась и размышляет только о себе самой. А что может быть блажение души, настроенный таким образом? Такой человек всегда сидит в пристани, безопасный от всякой бури, наслаждаясь тишиной мыслей. Поэтому Христос сказал, и найдете покой душам вашим. Но если укротивший эти страсти наслаждается великим спокойствием, то напротив ленивый и беспечный, не умеющий надлежащим образом обуздывать рождающиеся в нем страсти находится в постоянном волнении, ведет домашнюю брань, и хотя нет никого, возмущается и терпит великую бурю. Когда же поднимутся волны и наступит буря злых духов, он погружается в бездну, потому что корабль его тонет от неопытности кормчива. Посему должно бодрствовать и трезвиться, и иметь непрестанное и неусыпное попечение о спасении души. Ибо христианину всегда должно воевать против страстей, иметь в памяти заповеди, данные нам общим всем владыкою, ограждаться ими, пользоваться надлежащим образом его великим долготерпением к нам, не ожидать испытания на самом деле, и тогда уже смиряться, дабы о нас не было сказано в Псалом 77,34. Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. Аминь. Аминь. Аминь.